Всем привет, друзья мои! Снова с вами я на своём канале Жизнь на Юге Англии. Давно не виделись мы с вами. Ну, я имею в виду селфи. Поэтому хочу вам показать, что со мной всё в порядке. Как вы знаете, оптимизм, хорошее настроение. Хорошее настроение несмотря ни на что. Вот наш главный девиз с вами. Ну, я хочу немного рассказать вам, где я была. Пропадала ровно две недели. А была я в Испании, в городе Сантандер, о котором расскажу немного и покажу. Ну, и, конечно же, я опять была в Лондоне, потому что все мои путешествия, они проходят через Лондон. Сейчас мы видим на экране город Портсмут, с которого начинается моё путешествие. Это знаменитый музей морских кораблей. И видно немного высоченную башню Спинника Тауэр. И дальше я покажу вам, как мы усаживаемся на автобус National Express. И я ехала через весь Лондон в Станстед. Это аэропорт маленький, не основной. И он находится довольно далеко, в двух часах езды от Лондона. Ну, и, коль скоро мы с вами посмотрим из окна автобуса Лондон, я надеюсь, что вам будет это интересно. И вы, как обычно, будете смотреть в окошко на Лондон и его пригороды. А я в это время буду рассказывать вам немного английских новостей. Ну, и, наверное, своих новостей тоже. Как обычно, я прошу вас, друзья, не забудьте поставить лайк этому видео и посмотреть рекламу, если такая у вас есть. Вы знаете, вот после солнечной Испании, это я показываю вам немного, город Сантандер, испанский город, который находится на севере Испании. Возможно, многие слышали, я о нём подробнее после расскажу. Так вот, когда я была там в течение недели с 18 по 26 марта, было очень тепло. Плюс 19, плюс 21. Мы гуляли каждый день по побережью. Очень красивый Атлантический океан. Я вам его покажу. И вот после всей этой теплоты и красоты, конечно же, разительная перемена, когда я вернулась в Лондон. Здесь у нас сыро, промозгло. Сразу, знаете, такая резкая перемена, потому что лететь недалеко, лететь всего лишь навсего полтора часа на самолёте. Ну вот, перемена разительная. В Лондоне третий день у нас дождь и температура 9 градусов тепла. А британцы обсуждают несколько новостей. Первая из них, конечно же, это коронация короля Карла Третьего. Букингемский дворец уже официально объявил дату церемонии, во время которой будет коронован король Карл Третий и его супруга Камила. Эта дата суббота 6 мая 2023 года. До объявления этой даты многие предполагали, что коронация состоится 2 июня, в день годовщины коронации матери Карла Третьего, королевы Елизаветы Второй. Однако же, эта дата не была выбрана и остановились на 6 мая. И во дворце заявили, что дата 6 мая была выбрана после консультации с правительством Великобритании, английской церковью и королевской семьей. Больше никаких подробностей, почему была выбрана именно эта дата, СМИ не сообщили. Хотя СМИ сообщили, что 6 мая также будут праздновать свой четвертый день рождения сын герцога и герцогини Сасыхских Меган и Гарри Арчи Харрисон Виндзор внук короля Карла Третьего. Эта дата 6 мая была также годовщиной свадьбы сестры покойной королевы Елизаветы Второй принцессы Маргарет да и дед короля Георг Шестой провёл свою коронацию тоже в мае месяце. Британские СМИ также обращают внимание на тот момент, что церемония коронации Карла Третьего будет намного скромнее и короче, хотя она будет включать в себя те же основные элементы традиционной службы коронации, но по сравнению с коронацией, которая состоялась в 1953 году королевы Елизаветы Второй, коронация Карла не будет столь пышной, и она продлится всего лишь час, а не так, как проходила коронация его матери, более трёх часов. Ну вот, я сейчас вам для сравнения приведу некоторые цифры. Например, количество гостей будет сокращено с 8000 человек, как было во время коронации Елизаветы Второй, до 2000 примерно. Упростить предполагается также и дресс-код, костюмы и платья, вместо серьёзных церемониальных мантий. Ряд ритуалов также сокращён, ну и основной, конечно, ритуал, как вручение золотых слитков или каких-то очень серьёзных дорогостоящих подарков, будет также отменён. Как, опять же, сообщается в британских СМИ, дальнейшие подробности будут обнародованы в надлежащее время, но и правительство Великобритании и королевская семья очень чётко контролируют и корректируют масштабы события с учётом кризиса стоимости жизни, с которым столкнулась Великобритания в данный момент. Последний раз церемония восхождения на престол проводилась в 1953 году для Елизаветы Второй, когда ей исполнилось 27 лет. Ей вручили драгоценные символы власти – державу и кольцо, скипетр и жезл на голову Елизаветы Второй надели корону святого Эдуарда, и британские СМИ тогда конкретно растрезвонили общую стоимость драгоценностей на королеве. Эта сумма превысила 4 миллиарда долларов. Вся церемония транслировалась очень ярко и долго по центральному телевидению, поэтому у жителей такое великолепие вызвало лишь дикую злость и раздражение, ведь страна тогда переживала послевоенный период. Ну и, естественно, теперь уже, учитывая прошлые ошибки, британская монархия не хочет наступать на те же самые грабли и решили, что на коронации Карла Третьего будет сэкономлено. И хотя подготовка к коронации уже идёт полным ходом, но списки гостей ещё точно не утверждены и не опубликованы, поэтому пока ещё неизвестно, будут ли приглашены принц Гарри и Меган Маркл на церемонию коронации и уж тем более смогут ли они на неё прибыть. Хотя король Карл Третий уже много раз рассказывал в прессе, что он хочет помирить своих сыновей и воссоединить семью. И возможно именно церемония коронации поможет ему в этом. Ну вот странно, что принц Уильям и Кейт Миддлтон не поддержали в этом плане Карла Третьего и они не очень рады такому решению снова приблизить Гарри и Меган к королевской семье. Что касается самих принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон, то уже давно вся Британия только и говорит о том, что в скорости они разведутся, потому что постоянные измены, якобы измены принца Уильяма уже надоели Кейт Миддлтон и она не выдержала и решила подать на развод. Кейт и Уильям в браке без малого 12 лет их свадьба состоялась 29 апреля 2011 года, то есть должно бы было исполниться 12 лет ровно через месяц и говорят, что принц Уильям очень любеобильный мужчина и он постоянно влюбляется и его измены они были на протяжении всех их совместной жизни и якобы существовала негласная договоренность Уильяма и Кейт, что она не будет обращать внимания на его вот такие вот краткосрочные адюльтеры, пока это все его серьезно не увлекло. Вообще, конечно, то, что происходит в королевской семье, это тайна за семью печатями, что-то просачивается, может быть, как слухи, как сплетни, но точно все равно никто ничего толком и не знает. Мы можем только предполагать, что там происходит. Вот, например, говорят, что последней каплей для Кейт Миддлтон стало то, что она узнала о любовнице своего мужа Уильяма Роуз Хенбери. Роуз Хенбери была знакомой самой Кейт, они когда-то даже были подругами. И вот в 2019 году якобы вот первый раз принц Уильям изменил с этой Роуз своей жене. Ну и вот сейчас, как говорят, опять возобновилась эта связь, да ещё снова в прессе поползли слухи о том, что король Карл Третий поселил любовницу своего сына Уильяма во дворце. И якобы он сделал это намеренно, чтобы наказать строптивую Кейт, которая последнее время перестала особенно соблюдать королевский протокол и даже однажды позволила себе такую вольность, не сделала реверанс перед королём Карлом Третьим. Вот так богатые тоже плачут, как говорится. И Кейт Миддлтон на данный момент исполнилось 41 год. И после 12 лет супружества с принцем Вильямом как выясняется Кейт Миддлтон остаётся на бабах. Что там будет, если она разведётся ещё непонятно. Но наверное Кейт Миддлтон знала на что она шла, потому что ещё до свадьбы их отношения с Вильямом были довольно-таки странные. Несколько раз прерывались надолго и вот их такое восьмилетнее общение всё-таки кое-как вырулило к свадьбе. Но принц Вильям говорил неоднократно на публику, что его не устраивает отношения с Кейт и как бы он чувствует себя в этих отношениях некомфортно. Ему душно с Кейт говорил откровенно Вильям. И вы знаете, что эти восемь лет, когда Кейт ждала признания Вильяма, её британцы в шутку прозвали Уэйти Кейти, как бы ждущая Кейт. Ну и Кейт тогда очень обижалась на это прозвище. А вообще я вспомнила Гарри и Меган Маркл и мне стало интересно, а вот как бы поступила Меган Маркл со своим таким характером металлическим, как говорили о ней, тоже Железная Леди. Как бы она поступила, если бы узнала о измене Гарри? Наверное, не стала бы терпеть ни минуты, ни секунды. Ну, а вот королевской семье всё обстоит по-другому. По крайней мере, ходили слухи также и о том, что сам Карл Третий, вы знаете, изменял своей жене Диане. Ну, и также его отец, принц Филипп, изменял своей жене Елизавете Второй. Всё это тоже упорно муссировалось в прессе. Мы достоверно не знаем все подробности, как это всё происходило и было ли это на самом деле, но вот так до нас доходят только слухи. Я буду держать вас в курсе событий дальнейших. Наверное, я даже покажу вам и расскажу немного о церемонии коронации короля Карла Третьего. Это уже состоится скоро у нас. 6 мая не за горами. Я надеюсь, друзья, что вы не только слушали мой небольшой рассказ о жизни Ройл Фэмили, но также и смотрели в окошко. Из окна автобуса не очень хороший вид, я поэтому сразу извиняюсь за качество этой съемки, но может быть что-то всё-таки вы смогли увидеть. Вот в частности вот этот парк в пригороде Лондона, в котором, как вы видели, много бегающих лондонцев, которые занимаются спортом, ездят на велосипедах, на досках. А вот это вот ещё один небольшой парк в самом центре Лондона. Здесь где-то даже есть памятник Уинстону Черчиллю. Я сейчас уже не следила за экраном, может быть, вы его заметили где-то немного раньше. Он у нас промелькнул. Кто заметил на какой минуте, пожалуйста, напишите в комментариях, тоже будет интересно посмотреть. Вот так. Вы знаете, все мои русскоязычные друзья из бывшего СССР, у меня их там много осталось, так вот они мне все тут пишут, что у вас там происходит, говорят, какой-то страшный ураган случился два дня назад. Вот, и что там, что там, расскажите. Ну, вот я и рассказываю. Вы знаете, у нас здесь на острове ничего подобного, как вы видите, нет. Вот то, что здесь волны такие ударяются о причал, это дело житейское, как говорится. Это всегда здесь так зимой. Сейчас вода прибывает, прилив, ну, и вот она так бьется здесь. Хотя, вы знаете, два дня назад было вообще тихо, а сейчас вот видите, все-таки здесь волны у нас. Но, тем не менее, никакой ураган, шторм или что там объявляют СМИ. Ох, как красиво. В Великобритании здесь у нас на острове нет. Увидимся. пока-пока.